Есть вспомнение 90-е годы, это довольно сумбур, полный сумбур в градостроительстве и очень большие надежды у людей, что они выходят на самостоятельный путь развития. Создавались архитектурные кооперативы. Люди возникли, например, филиалы при моспроектах, тот же резерв, например. Между собой люди, которые дружили, пытались создать что-то общее. На мой взгляд, это была та романтика, в которой многие запутались и стали ежиками в тумане. Чтобы ввести свое дело, нужно немножко другие знания, чем тебя учат в архитектурном институте в советском. И поэтому в первую очередь закрепились те организации, где во главе был не архитектор. Вторая ситуация. Оказывается, что дружба, к сожалению, хороша, когда нет денег и когда нету кто главный. Были организации, которые сразу знали, на кого работали. Ну, например, Ростоженко. В данной ситуации получилась такая вещь, что были сохранены и институты. Эти люди, которые были воспитаны в рамках советской системы, как ни странно, большинство из них выжило. Появилось много людей, которые, в общем-то, покинули большую профессию и растворились в частных заказах. Почему их ежики в тумане? Кому-то подсчастливилось сделать какой-нибудь частный коттеджи, уйти в малоэтажку, кто-то стал делать какие-то там загородные поселки, кто-то ушел в интерьеры. И, на мой взгляд, это очень большая часть. И выжили, в первую очередь, там, где, повторяю, чем было меньше архитекторов, тем было надежнее партнерство. В следующий период он делился на две составляющие. Это были мастерские в Моспроекте. Один в Моспроекте-2, в Моспроекте-4 у Бокова, которые ввели большой объем строительства. Тот же Боков, или тот же Пасухин, они ввели крупные индивидуальные объекты, в том числе и по городскому заказу. Когда-то я в них участвовал, например, гостиный двор или манеж после пожара. Была определенная система. И параллельно стали существовать. Для меня, как для главного архитектора, совершенно не было разницы между ними. У меня был всегда лозунг один. И, кстати, Резвен даже в своей книге подтвердил, что я старался, чтобы как больше будет работать архитектор в Москве, тем больше до Москвы. До 400 авторских коллективов работал в Москве. Это были и крупные, это были и мелкие. Соответственно, мелкие очень часто проваливались заказы, они уходили. А в это время стали появляться и мастерские, которые уже были помоложе. Это там тот же Григорян, например, это Лызлов и масса мастерских, которые, кстати, я всегда поддерживал и вряд ли они могут про меня что-то плохо сказать. Они все развились именно в этот период. И вот в таком виде, наверное, мы сложились. И не Лужков эти башенки рисовал. А это, знаете, был такой момент, когда, например, голодный человек приходит на шведский стол. Понимаете, да? То есть у него были кубики советские, да? А ему лего дали. Ну и, соответственно, пошло-поехало, целая плеяда людей ударилась в историзм. Причем иногда это было очень забавно, потому что они гениально это делали люди. Ну для меня, например, Белов, Бархин, Дмитрий, иногда Леонов. Они очень грабно работали в классике. Или, например, тоже Алексей Воронцов, мой друг, который всегда экспериментировал. Сколько он получил за свой наутилус или как он там называется на этой ситуации. Но он есть. И, кстати, когда нужно было Мархи отобразить этот период, поставили его, между прочим, в книгу про Мархи. И были люди, которые строго держались каких-то вещей, правил, которые не изменяли себе. Это тоже самое Сережа Киселев, это Боря Левиант. А кому-то, наоборот, это нравилось. И я бы, наверное, еще всех поделил на две части. Я всех делю на Рембрандтов и на Рубенцев. Рембрандтов появилось очень много. Им уже, они хватали-хватали заказы, ухудшая качество своих проектов. А задницы лошадей дорисовывали уже ученики, что называется. А были люди, которые сидели и вырисовывали сами эти объекты. Такие объекты, как Сити, как Красные Холмы, как даже тоже Заряди, извините, которые сейчас сделаны, я его ставлю в один ряд, или Лужники, например, и прочее. Это, знаете, как мне очень нравится, скромный человек-митеран в Париже, да, назвал это там Гранд-проект Парижа. Мои Гранд-проект Парижа, да. Это, конечно, забивается в генеральных планах, это обсуждается, идет коллективная работа. У каждого такого объекта есть человек, который его пробил. Для меня Сити – это Борис Иванович Тхор, и, конечно, мой предшественник Вавакин. Это он в него поверил и пошел пробивать. А потом был Арджини Кидзе, который от правительства Москвы не обижался на Сити, а пока его не убрали, сидел там. Был Серегин, который достал первые деньги для Тхора, Александр и так далее. Красные холмы – это Шатров, который своим большевистским таким напором действовал на власть. И при нем была плеяда театральных архитекторов – Гнедовский старший, Гнедовский младший, Красильников, Солов. Точно так же, как, например, Сергей Киселев собрал команду для реализации заряды. Это не бывает наскоком, это должна быть поддержка власти, это должно быть зафиксировано в генеральном плане. Сначала в Сити, правда, пришли иностранцы. Но когда произошел дефолт 1998 года, они свалили все, кроме турок. И здесь вылезли наши – Кэпитал Групп, Мирекс Групп и прочее. Они схватили все в свои руки, и они ее не отпустили. Другое дело, что некоторые ребята взорвались потом, в целом пожили. А что, они молодые были. Им показалось, что все по колено, ну и прочее. Причем и снизу, и сверху, все столько можно. Поэтому в этой ситуации, а потом все еще назвали «Городостроительная ошибка». Я помню, как Сергей Семенович говорил, Александр Вячеславович, это ваш городостроительная ошибка. Ну вот, но оказывается, что городостроительная ошибка, а что-то она разбивается дальше, появляются новые башни рядом, которые бы я не разрешил, кстати. Потому что я считаю, что, считал, всегда я считаю сейчас, что это должен быть концентрированный был удар, а не тот, который потом расползается. Ведь даже дефанс испорчен в Париже. Раньше это была единичная вещь, это был третий арк, сейчас дырка в стене. Поэтому это очень тяжелая вещь. Там много вопросов есть. Мы с Авоейли, генеральный план, очень быстро. Мы его сделали в 98-м году, а утвердили в 10-м. Потому что появился новый Градкодекс, потому что надо было разделить Москву, Московую область. Каждый регион работал на себя и так далее, и так далее. Это длинная история, любимая моя история, что называется. Каждому герою его подвиг. Вот, извините, сидите от Бориса Ивановича Тхору, а я победил многорукого многоглазого Титана Генплана. Это мой подвиг, это подвиг Кузьмина. В это время у нас появилось третье транспортное кольцо. В это время у нас, извините, реконструировался МКАД. Как сказал Марат Шекерзянович, буквально полгода назад мы до сих пор строим то, что было запроектировано Кузьминым. Поэтому в данной ситуации как раз вот эти закладки, которые были сделаны, они, то же Малое кольцо железной дороги было в составе генерального плана запущено, и восьмерка митрополитена появилась тоже там. Дело в том, что ведь, вы поймите, главное всегда в генеральном плане, особенно в советском, ну и в нынешнем, это правильное существующее положение. Ты изучаешь существующее положение, в городе фиксировал функциональное изонирование, этажность, памятники, видимость. То есть сначала закрепляется то, что дано от Бога, потом то, что дается от предков, и потом от ближних предков. Мы закрепили все красные линии, которые были разработаны в советские геопланы, что позволило провести в одной трассе и третье транспортное кольцо местами и Малое кольцо железной дороги сделать пассажирским или, например, получить улицу генерала Маркелова, которая когда-то была просто железнодорожной веткой на миг. Понимаете, да? Вот я считаю, три светлые вещи были нам сделаны. То есть то, что нельзя трогать, если мы хотим сделать, чтобы Москва была Москва, это нельзя трогать. И второе, мы разделили все территории на две части. Зона, где без нас уже хорошо, зона стабилизации и там, где есть система поработать. Промзона, пятиэтажка и многое-многое другое. Победили везде, кроме одного. Я всегда считал, что больше трех миллионов с половиной квадратных метров жилья в городе строить нельзя. Ежегодно. Не больше. А мы строили и пять, и семь, и так далее. Вот это победить было невозможно. У меня есть грех, это военторг. Больше у меня грехов нет. И то, в данной ситуации, ну там это для мемуаров, ладно, там была обманка определенная, которая была хорошо проработана очень. Военторг, да, согласен, потеряли здание, которое в тринадцатом году получило премию мэрии за свое строительство. Вот, да, есть такой пример, я его признаю, и это за мной. Вот, а так, вы знаете, ну я, например, не могу же, мы у нас тут недавно встречались с Рахматуллиным, они меня просто пригласили на свои мероприятия. Ведь у нас не могут бы снимать одинаковые взгляды. Он всегда прав, кстати, потому что он держит все закона. Но если держаться законом, мы не перерывали гостиный, двор, или не появился прекрасный объект, геликон, опера, извините, пирамида Пэйба тоже не появилась, если ветеран не взял себе ответственность за строительную территорию Луры. Иногда это, на мой взгляд, хорошо получается, и надо дойти компромисс просто между историческим и прочим. Это всегда конфликтная ситуация. Любое строительство в историческом центре главное — искать компромисс. Я очень жалею, что некоторые проекты не получились. Потому что когда я вижу то, что сейчас строится на Водогасевском острове, вспоминая хрустальный остров Фостера, извините меня, как говорится, это большая разница. Я вообще считаю, что это была инвесторская обманка. Это была инвесторская обманка, кроме некоторых случаев. Это приглашался человек, Захих Хадид, например, который инвестор наделал, что она как штык, нет, то, что звезда, это понятно. Она как штык пройдет все согласования, а потом вместо Захих Хадид на следующей стадии появлялся, например, Сережа Ткаченко и так далее. Это так и многие играли в эти игры. Появлялись голландцы, уходили голландцы и так далее. Я очень жалею, что мне не удалось, в общем-то, пробить проект Игерата, связанный с домами Кандинского. Вот это, я считаю, это место было для этого. Приглашение иностранцев – это не моя эпоха. Это привлечение мозгов, но или, в общем-то, как сказать, проталкивающие силы. Ведь, извините, в конечном счете Захих Хадид построил только одно здание, которое есть. Ну, не считая там тоже для Доронина, делалось лично. У Фостера ничего не получилось, у Роджерса ничего не получилось. Я очень жалею, что не получилось у Франка Гэри. Гениальный человек. Видели бы, как он работал для Москвы, как он старался. Очень горд, что мне удалось немножко поработать, пускай безрезультатно, с этими людьми. В разные времена архитектор находится на разном расстоянии от власти. Ближе всегда власти всегда при диктатуре. Как только начинается что-нибудь другое, а именно индустриализация, например, и прочее, нами намертво между властью и нами встал строитель. И это мне сломать не удалось, и сейчас это опять не ломается, возвращается. Разница только в том, что строитель меняется. Он теперь уже банкир. А все, что сейчас строится, делает все удобно для строителей. То есть строители в очередной раз победили. Мы имидж свой потеряли положительные за эти годы. Вы думаете, что все-таки не должно быть? Мы? А потому что мы очень часто оказывались на стороне инвестора, ни жителей, ни города. И вспомните имидж наши в 50-е годы, даже при разгоне Академии. Вспомните фильм «Любить человека» Герасимова. Это все тоже были архитекторы. А сейчас это скорее отрицательный образ человека, работающего вместе с бизнесом.